Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников Карл Улов Ларсен. Шведский художник известный своими многочисленными полотнами, фресками, акварелями и считающийся одним из самых почитаемых шведских живописцев. Своей наиболее значимой работой художник считал картину «Зимняя жертва», которая сейчас хранится в Национальном музее Шведов. Родился в 1853 году в Стокгольме. Родители жили крайне бедно. Отец был простым рабочим, часто срывал гнев на сыне. После очередной попойки он заявил «Я проклинаю тот день, когда ты родился». Тяжелые воспоминания об этом остались у Ларсена на всю жизнь. Талант 13-летнего Карла заметил его учитель в школе для бедных. По совету учителя Ларсена подал заявление на поступление в школу при Шведской Королевской Академии Искусства и был принят. В возрасте 16 лет он поступил в античную школу при той же Академии. Свою первую награду Карл получил за рисунок в жанре «Нью». Помимо этого Ларсен работал в качестве художника-карикатуриста в юмористической газете «Каспер». Зарабатывал достаточно, чтобы финансово помогать родителям. Уезжает в Париж. Несмотря на упорство и стремление, не удается ему добиться там успеха. Также не заинтересовало его популярное тогда во Франции направление импрессионизма. Наоборот, вместе с другими шведскими художниками он полностью отвергает эту идею перемен. Я цитирую Википедию. Обосновался в Грюсюн-Луэн, небольшой городок в природе Парижа. Повстречал Карин Бергея, которая вскоре стала его женой. Написал несколько своих наиболее значимых работ, выполненных уже в технике акварели, и очень отличавшихся от его прошлых полотен масла. Именно жизнь своей семьи Ларсон чаще всего запечатлевает на своих полотнах. Многие интерьерные изображения в его картинах были нарисованы его женой, которая также работала в качестве дизайна интерьера. В 1858 семья получает в подарок от родителей супруги маленький домик в окрестностях Сунборна, это к северу от Стокгольма. Идиллическая жизнь в собственном доме, в окружении жены и детей, становится источником вдохновения для художника. На своих полотнах он изображает жизнь своей семьи. Эти работы становятся выражением внутреннего мира и творческой манеры художника. Последние годы страдают приступами депрессии. Во время работы над большим полотном «Зимняя жертва» для вестибюля Национального музея у Ларсена возникли проблемы со зрением. Что привело к усилению и без того частых головных болей. Перенес инсульт, посвятил оставшееся время написанию мемуаров. Умер 22 января 1919 года в Фолуне. Благодаря картинам и работам Ларсена, его жены, дом супругов, который они назвали Лила Хютнес, стал популярным местом среди туристов из разных стран. А интерьер дома, являющийся выражением художественного вкуса, его хозяев стал крайне популярным в Швеции. Сейчас дом принадлежит потомкам Карла и Карине. В 1909 году была издана книга «Акварели рисунков и рассказов» Карла Ларсена под названием «Дом под солнцем». И эта книга сразу стала бестселленной. В течение трех месяцев со старта продаж было продано 40 тысяч экземпляров. А до 2001 года книга переиздавалась более 40 раз. Она была издана немецким издателем Карлом Лангевиши. Кстати, картину «Маслом зимнее жатва», которая выполнялась по заказу Национального музея в Стокгольме, была завершена в 1915 году. Но, когда картина уже была готова, совет музея отклонил заказ. И картины купил японский коллекционер Хироси Судзука. В 1992 году он согласился предоставить ее музею на время проведения выставки, посвященной творчеству Карла Ларсена, где она была размещена. В 1997 году при помощи частных пожертвований музею удалось выкупить картину у Судзуки. Теперь она демонстрируется на том месте, для которого и была написана. Шведы берут его альбомы за образец и начинают обустраивать по ним свои дома. Ведь именно в таком доме рождается счастливая семья. Тепло, забота и поддержка. Ну вот так вкратце о шведском художнике Карле Улафе Ларсене. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok